Приветствую вас! Вы знаете, даже вот, если честно, не знаю с чего начать, потому что по вашему тексту угадывается определенное отношение к сыну и к вам самой, к себе. И проблема достаточно тоже серьезная, потому что начало подросткового возраста, собственно, тоже есть некоторые проблемы в этом плане. Ну давайте мы, пожалуй, начнем с того, что, какова ситуация в семье у вас. То есть, есть ли мужчина, например, у вас? Есть ли, скажем, отец у ребенка? Какие отношения с отцом у ребенка есть? Есть ли мужчина, есть ли какой-то сдерживающий фактор у ребенка? Он ведет себя так, потому что вы определенно не приучили его к ответственности. Это да. Но проблема заключается вся в том, что вы сами, как женщина, можете научить ребенка только определенным моментам, только определенным вещам, только определенным ситуациям. А еще есть мужское участие в жизни ребенка. И это самое мужское участие в жизни ребенка, оно тоже очень важно. Так вот, вопрос к вам. Есть ли у ребенка образец мужского поведения? Есть ли у ребенка кто-то, кто мог бы ему, именно как мужчина, именно с позиции мужского поведения, с позиции мужского отношения донести, что правильно, а что нет? Вот у меня отважилось такое ощущение, что образца мужского поведения у вашего сына как раз таки нет. И отсюда, отсюда у всех проблем. Это первый момент. И если родного отца у ребенка нет, ну, такое может быть вполне, и от этого, к сожалению, никто не застрахован. Если родного отца у ребенка нет, то тогда нужно, чтобы какой-то родственник, кто-нибудь взял на себя эту самую роль по корректировке и сдерживанию вашего сына. Нужен такой авторитетный родственник, я бы сказал, который мог бы направить вашего ребенка туда, куда нужно. Который мог бы донести до него то, что нужно. Именно то, что нужно делать мальчику, именно то, что нужно делать будущему мужчине, который приучал бы его к ответственности. И вот это самое правильное. Это первый и очень важный вариант. Это первый и очень важный момент. Момент образца мужского поведения. Далее. Ваш ребенок наверняка чего-то хочет от вас. Ваш ребенок наверняка чего-то желает получить от вас. Так вот, научитесь договариваться с ним. Что это значит? Договариваться с ребенком, это значит вести полноценный и полноправный диалог. Если он хочет быть взрослым, а он хочет быть взрослым, как и любой подросток, я думаю, что это совершенно нормально для него желать быть взрослым. Так вот, как и любой подросток, он хочет быть взрослым. И это, конечно же, совершенно нормально. Нормально, если он хочет быть взрослым. Но, чтобы быть взрослым, нужно нести какие-то обязанности. Взрослым это не только права, это еще и обязанности. Так вот, именно про обязанность вы ему можете с ним разговаривать. Если он что-то хочет от вас, а он по-любому что-то хочет от вас, то пусть как раз таки и сделает для вас то, что нужно. То есть, умейте с ребенком договариваться. Если он свой договор не выполнил, не нужно его ругать, не нужно его доставлять. Это все как раз не есть правильно. А что правильно, спросите вы? А правильно, это когда вы своим поведением, косвенным поведением, своим, так сказать, молчаливым, если угодно молчаливым неодобрением, даете понять человеку, в данном случае мальчику, что он поступает плохо. Молчаливое неодобрение здесь, это холодное, ну такое знаете, прохладное, нейтральное отношение к нему. Это не ругань, это не откровенное, не открытое осуждение его. Это именно такое вот, немножечко завуалированное, чуть-чуть, я бы сказал, завуалированное, негативное отношение к тому, что он делает. И ребенок, ведь он же все-таки ребенок, он не будет понимать, чем вызвано подобное к нему такое отношение. И рано или поздно захочет ситуацию как-то исправить. Он обязательно захочет ее исправить. И вот тогда, когда он захочет ее исправить, вам нужно просто-напросто показать ему, что то, что он делает, ну я имею ввиду его действия, его вот решения какие-то и так далее, они не являются правильными по вашему мнению, по вашему представлению. Если будет так, то ребенок как раз и получит тот самый негативный опыт, тот самый негативный результат, которому приведет его поведение. Понимаете? Именно перевоспитывать его, как вы относитесь к нему, не имеет смысла. Он ведет себя как пятилетний именно потому, что вы позволяли и позволяете ему до сих пор вести себя как пятилетний. Далее. Ну, складывается ощущение, что у вас к нему негативное отношение. То есть вы говорите, что, наверное, докажет, что он ради своей выгоды готов продать и предать всех своих родных. Откуда вот такое вот восприятие ребенка, тоже не очень понятно. Может быть, у него складывается мнение, что вы недостаточно много ему уделяете внимания. Может быть, у него складывается мнение, что, например, младшей сестре выделяете куда больше внимания и ласки, а также тепла, чем ему. Если это так, то это большая проблема для ребенка. Соответственно, возникает вопрос, а правильно ли он понимает ситуацию? Правильно ли он отдает себе отсчет в том, что происходит? И вот на этот счет у меня большие сомнения. Вполне возможно, что ребенок считает, что все совершенно не так, как вы говорите. Знаете, просто ради интереса спросите у него, что он думает про вас. Что он думает про свою сестру? Что он думает про ваше отношение к нему и так далее. Ребенку нужно подтвердить, что он взрослый. И нужно понять, дать ему понять, к чему приведут его поступки. К чему приведут его решения. Он считает, что он прав везде и во всем потому, что не сталкивался еще с последствиями своих действий. Как только столкнется с последствиями своих действий, если вы дадите ему это прочувствовать, Люди поймут, что своего собственного разумения, своего собственного опыта ему пока мало. Но вы не даете расчувствовать ему пределы своих возможностей. И из-за этого у него, возможно, формируется такое вот отношение к вам и к окружающим. Далее. Не хочет учиться. А зачем ему учиться? Какова мотивация? Какова мотивация и цель учебы, по вашему мнению? Нужно разбирать. Нужно разбирать, как вы начинали учиться. Всегда же так было. И так далее. Нужно разбирать, откуда идет ваша оценка его способностей. Вы говорите, что голова у него ларит. Но даже в тексте, вы меня простите, пожалуйста, за, может быть, не очень приятные слова, что даже в тексте у вас угадывается некоторое пренебрежение к ребенку. Вполне вероятно, что младшую, что вы любите больше, по мнению ребенка. И мне кажется, что это не обязательно так. Ну и не лишено некоторой доли истины. Что вы, вполне вероятно, любите своего здорового ребенка, младшего ребенка больше. Вот это, если это есть, то это очень плохо тоже для вас. На этом все, пожалуй, надеюсь, что помог. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!